Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие», и сегодня мы будем читать девятую главу. «Поучительное напоминание упрямому народу, что если он и наследует землю обетование, то отнюдь не за свою праведность, а по милости Божией. И любой народ, который живет на своей земле, он живет там не по праведности своей, и наша земля была такой огромной. Это просто милосердие Божие. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, горами большими, с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным и великоруслом, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто услышит нечто подобное, кто устоит против сынов инаковых». То есть вот здесь сразу говорится о том, что там такие люди, что сами вы своими силами немощными едва ли их одолеете, «если Господь не будет с вами». «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и не излагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». То есть победа, она совершается Богом и в Боге. Люди могут быть лишь соучастниками этого Божьего благословения. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сей добрую землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову». Эта тема уже звучала. Здесь не было соперничества, кто более праведным, с тем победа. Потому что не хватало праведности никому, ни еврейскому народу, ни другим народам, как и ныне русскому народу не хватает праведности, в сравнении с грузинским им тоже не хватает праведности, как и украинскому народу. Бог вершит свои суды, это как решение его сердца. Почему он поступает так или иначе, он один это знает. Но мы должны помнить, что Господь никогда не попустил бы несправедливости и зла, не имея намерения все это обратить в добро. «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою как огонь поедающий». То есть ничто не может остановить его. Вот этот образ поедающего огня в пустынной земле – это образ огненной бури, когда все вспыхивает, как порох, и ничего не может остановиться. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь, овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову». С одной стороны, говорится о праведности, что никто не может пересилить другого, а с другой стороны, говорится о нечестии. Вот здесь действительно нечестие было у языческих народов, и оно прежде всего заключалось в неверии в единого Бога. «Посему знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть себе добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». Жестоковыйный, то есть упрямый. Помни, не забудь, сколько раздражал Господа, Бога твоего в пустыне самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. Надо сказать, что те люди, которые были свидетелями дарования закона, в момент вхождения в святую землю им где-то по 50 лет, а тогда они были детьми. Далее. И при Хариве вы раздражили Господа и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас, когда я зашел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл там на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. Это была величайшая святыня, иметь скрижали, созданные руками Бога, чтобы и надписи там тоже были, созданные руками Бога. И если бы еврейский народ не был склонен к долопоклонству, то эти заповеди сохранились бы у них. По окончании же 40 дней, 40 ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали заветы, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, они сделали себе литые стуканы. Литые стуканы. То есть они склонились в идолопоклонство. И такому народу дать скрижали, они будут поклоняться им, как Богу, вот этим каменным скрижалям. Тем более, что там руками Бога написаны были все заповеди. Подобным образом сектанты обожествляют буквы Библии. И когда с ними ведут полемику, для них буква важнее смысла. Апостол Павел говорит, что буква убивает, а Дух животворит. «И сказал мне Господь, я говорил тебе один и другой раз, скоро уклонились от пути, которого одержаться заповедовал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обоих рук своих и разбил их пред глазами вашими». Моисей разбивает скрижали, потому что он понимает, что если он принесет им эту святыню, это будет начало новой формы идолопоклонства. «И вторично, повергшись пред Господом, молился я», то есть Моисей молился, чтобы Господь не истребил народ, «как прежде, сорок дней, сорок ночей, хлеба не ел, воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделавши зло в очах Господа, Бога вашего, и раздраживший его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». Надо вспомнить, что Моисей просил очень настойчиво, он даже говорил, «Господи, меня истреби, а их сохрани». «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, тельца, я взял, жег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, я бросил прах сей в поток, текущий с горы. И в Тавере, в Массе, и в Кеброд, в Гататаве вы раздражили Господа Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадеса в Арне, говоря, «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились по велению Господа Бога вашего и не поверили Ему и не послушали глаза Его. То есть, это неоднократное было их отступление от Бога. «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас». Имеется в виду, когда они уже стали взрослыми людьми. «И повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал «Владыка Господи, царь богов, не погубляй народа твоего и удела твоего, который ты избавил величием крепости твоей, который вывел ты из Египта, рукою сильную и мышцею твоей высокую». Здесь также имеется в виду то, что понять человека можно, когда ему уже старше десяти лет. А до десяти лет все как бы одинаково в таком блаженном детском состоянии. А вот те, которые дожили до входа в землю обетованную, при исходе это были дети, им было где-то по десять лет. Старше те, которые были, они не выжили. «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, тельца, я взял, сжег его в огне и разбил его и всего истер». Почему Моисей так поступает? Чтобы даже не было бы напоминания какого-то, все превращается в прах. «И в Тавере, в Масе, и в Кеброт, в Готаве, то есть в других местах, вы раздражили Господа, Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, пойдите обладайте землею, которую я даю вам, то вы, воспротившись по велению Господа, Бога вашего, не поверили Ему и не послушали глаза Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас». То есть он помнил их характер с десяти лет. «И поверглись пред Господом». То есть Господь сокрушил их. «И повергшись пред Господом, то есть пав на землю, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. Молился я Господу и сказал, «Владыка, Господи, царь богов, не погубляй народа твоего и удела твоего, которые ты избавил величием крепости твоей, которые вывел ты их из Египта рукою сильную и мышцей твоей высокой. Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака, Иакова, которым ты клялся собою, несмотря на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его». Видите, как важно иметь святых в своем роду, потому что, когда Господь гневается на нас, теперь живущих, то ради святых Он может нас еще и помиловать. «Дабы живущие в той земле, откуда ты вывел нас, не сказали Господь, не мог вывести их в землю, которую обещал им, и ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне, а не твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской, силой твоей великой и мышцей твоей высокой». Моисей боится, что будет поругание имени Божию, если Господь истребит евреев за их реальные грехи, это будет акт правосудие, но это будет повод для языческих народов ставить под сомнение величие Бога, что Его милость не может превознестись над Его судом. Итак, мы окончили чтение девятой главы, в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать десятую главу. Спасибо Господь. Спасибо за субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok